В нашей группе во Вконтакте сегодня мы узнаем о ваших дворах, о тех детских площадках, которые у вас есть или их там нет. И как и договаривались, в нашей студии появился Роман Казаков. Это тот человек, который точно расскажет, как сделать, чтобы площадка была, если ее нет, и что-то исправить. Доброе утро, Роман. Доброе утро. Давайте поговорим о многоквартирном доме, при нем детская площадка. Как установить ее, что сделать? Если ее необходимо установить, значит, она, наверное, отсутствует, либо находится в таком состоянии, которое не позволяет назвать это детской площадкой. У нас есть несколько вариантов действий. Есть самый простой вариант развития событий. У нас есть какое-то количество наших денежных средств. В доме других нужд уже нет, мы все благополучно сделали. И понимаем, что следующий этап благоустройства и развития инфраструктуры в нашем дворе – это наша самая детская площадка. В таком случае мы обращаемся в управляющую компанию. Управляющая компания вместе с представителями жителей, с советом дома, с председателем готовит проект этого самого благоустройства детской площадки. Определяют цвета, определяют те малые архитектурные формы, которые будут размещены, лавочки, урны, все прочее. И под этот проект, который согласуется с инициативной группой, уже пишут смету. То есть смечивают все возможные работы. Если денежных средств хватает, выносятся, то есть либо они остались остатком по жилищно-коммунальным услугам, либо это денежные средства, которые в распоряжении собственников от использования общего имущества, вопрос выносится на голосование, и уже на голосование принимается решение о проведении этого самого благоустройства. После того, как это благоустройство проведено, проводится акт на приемке работ. Проведенное благоустройство – это общее имущество, оно остается в собственности жителей, и при смене управляющей компании, конечно, никуда не денется, оно так и будет в собственности жителей находиться. Есть другой вариант, когда денег нету. Да. Наиболее распространенный, потому что мы все потратили, и, соответственно, возможности увеличить тариф у нас нет, а общего имущества, которое можно сдать в аренду, тоже небогато. В этом случае мы обращаемся в адрес администрации города с намерением поучаствовать в конкурсе по программе благоустройства развития комфортной городской среды. Ну, вот в качестве примера в этом году 29 дворов в городе Красноярске будут отремонтированы за счет бюджетных средств. А есть где-то список опубликованный, можно посмотреть результаты, какие дворы уже отремонтировали? Он есть на сайте администрации города, поэтому там его можно свободно найти, в том числе ознакомиться с условиями. Потому что, конечно, желающих сильно больше, чем возможностей, и каждый год отбирается какое-то количество дворов. Это конкурс. И, конечно, если мы участвуем в этом конкурсе, должны понимать, что есть львиная доля финансирования за счет бюджетных денежных средств и небольшое финансовое участие со стороны жителей. Если мы говорим... То есть он в этом конкурсе делится на две составляющие. Есть минимальный перечень работ, который можно сделать за эти денежные средства. Обычно это дворовый проезд, это бордюрный камень, это лавочки, урны. В общем, такой минимум, который обычно всем нужен. И есть расширенный перечень, когда мы уже говорим про какое-то серьезное благоустройство, именно уже про детскую площадку, про малые архитектурные формы, про какие-то, может быть, кольца, игровые, может быть, горки, качели и все прочее. Так вот, если мы говорим про минимальный перечень, финансовое участие жителей должно быть не менее 3%. Если мы говорим про расширенный перечень, то финансовое участие должно быть не менее 20% от заявленной суммы. Сразу скажу, что, когда мы говорим про расширенный перечень, обычно это суммы довольно серьезные. То есть общая смета на благоустройство может быть и 5, и 7, и 9 миллионов рублей. И поэтому, когда мы рассчитываем свои силы, мы, конечно, должны это оценивать. То есть это, получается, 5 миллионов мы должны разделить на количество картин, на количество собственников, да? Нет, нет, наши там 20%. Наших в сумме 20%. Нет, а если мы, допустим, хотим просто самостоятельно это сделать? Ну, конечно, тогда это пропорционально квадратному метру рассчитывается. А, квадратный метр. Да, и мы все внесем расходы пропорционально квадратным метрам. А когда мы говорим про вот эту самую программу формирования комфортной городской среды, важно помнить же, что еще это вопрос, когда мы говорим про конкурс, это же вопрос соревнования, потому что в одном доме могут выделить 20%, точнее, более 20, там, 20,5% на финансовое участие, в другом доме могут выделить больше 30%. И это больше баллов на то, чтобы в итоге в этом списке, в итоговом рейтинге подняться выше и, как следствие, получить финансирование. Там предусмотрены другие составляющие, они, может быть, менее чувствительные, менее значимы по той причине, что, ну, все всегда упирается в деньги, но, тем не менее, они тоже есть, о них стоит сказать. Это необходимость трудового участия жителей, то есть обычно это вывоз мусора какой-нибудь, или там, может быть, высадка цветов или что-то в этом духе. Это тоже дополнительные баллы. Это вопрос гармоничности цветового оформления, которое было предложено для той или иной детской площадки. Вопросы, кстати, капитального ремонта, чтобы не было необходимости в будущем все, что мы благоустроили разломать. И в том числе, конечно, в этом конкурсе могут участвовать дома, в которые там ближайшие, то есть в которые последние пять лет в таких конкурсах не участвовали, потому что, конечно, если вы из бюджета уже получали денежные средства на подобные нужды, но, извините, есть сотни дворов, которым это тоже надо. Поэтому, обращаясь в районную администрацию, можно получить исчерпывающую информацию по программе ТЭТ и благоустройство и, соответственно, получить возможность поучаствовать в конкурсе и, возможно, даже победить. И есть третий вариант развития событий. Он в Красноярске встречается нечасто, в других городах, может быть, почаще, когда детскую площадку ставит управляющая компания за свои средства. Ну, это такой элемент конкуренции между разными управляющими организациями. Может быть, наши компании тоже этот опыт будут перенимать. В таком случае эта детская площадка, она не является собственностью жителей, или она не является общим имуществом. Она остается имуществом управляющей компании. Управляющая компания сама ее приобретает, сама монтирует, сама также следит за этим всем. И в случае расторжения договора управления многоквартирным домом это все демонтируется и увозится. Это уже похоже на шантаж. Да, такое, конечно. Поэтому некоторые управляющие компании могут очень хорошие детские площадки привезти и шантажировать людей тем, что мы сейчас все заберем и у вас еще не останется. Подождите, ну а если силами всего дома установили, тогда не управляющая компания следит за этой площадкой, если что-то пошло не так? Важно помнить, что если объект находится на придомовой территории, за него отвечает управляющая компания однозначно. Будь это общедомовое имущество, либо управляющая компания разместила свое оборудование на придомовой территории. А управляющая компания не будет отвечать за какие-то элементы благоустройства, в том числе за детскую площадку, в том случае, если она находится не на придомовой территории. То есть она находится, допустим, на муниципальной земле, на земле федеральной собственности, и в этом случае, конечно, за состояние и содержание такой детской площадки будет отвечать владелец земельного участка. То есть это будет либо орган местного самоуправления, либо какая-то структура федеральная, которая вверена в обслуживание данного земельного участка. И к административной ответственности, как следствие, будут привлекаться те структуры и организации, к которым относятся данный земельный участок и данные объекты благоустройства. Причем хочу сказать, что штрафы немалые. Управляющую компанию, если детская площадка не соответствует требованиям безопасности, могут привлечь к административной ответственности на сумму от 100 до 300 тысяч рублей единовременно. И часто возникают, опять же, споры относительно того, каким образом трактовать состояние детских площадок, которые еще с нашего детства остались. Это интересный вопрос. По идее, те объекты благоустройства, вот качели на металлических прутьях, да, не на мягких цепках, другие составляющие, они не соответствуют современным требованиям. Их надо демонтировать, получается. Ну, по-хорошему, управляющая компания либо их может спилить, но тогда у нас в городе не останется детских площадок, потому что тогда ничего не будет. Либо, соответственно, управляющая компания может их оставить и каким-то образом за ними следить. Поэтому практика обычно склоняется во вторую сторону, когда управляющая компания их подкрашивает, следит, чтобы они были менее травмоопасны. И при случае, конечно, стараются подобные объекты благоустройства и малоархитектурные формы менять на что-то более современное и соответствующее техническим регламентам. Потому что если, не дай бог, ребенок пострадает на этой детской площадке, ответственность будет однозначно на должностном лице от управляющей компании. Либо на руководителя, либо на другом должностном лице, которому полномочия и обязанность по содержанию и отслеживанию состояния технического этих малых архитектурных форм была передана. Давайте еще раз. Даже если эта качеля стоит с советских времен, но она здесь, на придомовой территории, отвечает управляющая компания. И никакие слова на тему «ни мы ставили, ни мы виноваты» не имеют силы. Не имеют. Даже если этот объект не включен в состав общего имущества, но при этом может представлять угрозу жизни и здоровью граждан. В любом случае, если что-то произойдет, это будет ответственность управляющей организации. И сказать о том, что мы пришли, а уже так было, не получится. Вы пришли, и вы это уже увидели. А как узнать, где придомовая территория заканчивается? Как это можно? Ну, вариант первый, конечно, можно запросить в управляющей компании, не обязанную эту информацию предоставить. В конечном счете, у дворника, привлекаемого управляющей компанией, есть граница, докуда он метет, а где метет другой дворник. Можно посмотреть, докуда работает дворник. Да, можно у дворника спросить, где граница. Можно без этого проверить. Есть публичная карта Росреестра, публичная кадастровая карта. По своему адресу можно найти границы вашего земельного участка. Примерные, то есть точно до метра вы, наверное, выверить это не сможете, но примерные границы и понимание того, где ваш земельный участок заканчивается, он есть. Тут, кстати, еще интересные вопросы. У нас до сих пор в городе есть довольно большое количество многоквартирных домов, которые стоят на одном земельном участке. То есть у нас есть один земельный участок, на нем стоят два или три многоквартирных дома. Если вы задумали провести благоустройство и разместить детскую площадку на таком земельном участке, вам необходимо получать согласие всех собственников, всех помещений во всех многоквартирных домах, которые стоят на этом земельном участке. Кворум, конечно, не 100%. Кворум, который у нас определен жилищным кодексом, он известен, у вас более 50% должны принять участие в собрании, больше половины от общего числа приявших в собрание должны проголосовать за. Но важно помнить, что вы должны такое собрание провести во всех многоквартирных домах, которые находятся на этом земельном участке. Поэтому даже участвуя в конкурсе по программе «Комфортная городская среда», тоже нужно помнить, что все многоквартирные дома на этом земельном участке должны соответствующие документы подготовить. Надо ли что-то делать, как-то дополнительно оформлять, если детская площадка, скажем, выходит за вот эту территорию или как-то там территория под ней не оформлена, не в собственности? Что-то нужно делать? Благоустройство можно провести на том земельном участке, который является вашим. Если вы поставили какие-то объекты благоустройства на чужой земельный участок, собственник этого земельного участка, во-первых, может эти объекты убрать. А вообще, распоряжаясь деньгами жителей, допустим, на общем собрании и передавая полномочия управляющей компании по размещению объектов в детской площадке, управляющей компанией также делегируете ответственность за то, чтобы эти деньги были потрачены именно на общее имущество. То есть управляющая компания, размещая эти объекты, должна четко понимать, где земельный участок заканчивается, потому что благоустройство земельных участков, которые не относятся к многоквартирному дому, не может финансироваться из средств жителей. Наши с вами деньги могут быть потрачены только на наше имущество и на наш земельный участок, не более того. Можно еще один вопрос. Зачастую мы видим, что проекты домов, которые старые, они не были рассчитаны на такое количество личного автотранспорта, и поэтому теперь мы видим зачастую во дворах, что эти автомобили, они где только не стоят. И в том числе бывает и там как-то заезжают и на детскую площадку. Можете ли вы дать какую-то рекомендацию, как с этим работать вообще, что делать? Ну, пробовать, разговаривать. Мы все люди, мы умеем говорить. Если это не получается, не надо соседей бить палкой, хотя часто очень хочется. Можно попробовать установить столбики, при этом важно еще помнить, что у нас есть правила размещения личного автотранспорта, и по санитарным нормам и правилам не ближе, чем 25 метров должно быть размещение от детской площадки своих транспортных средств. Если подобные требования нарушаются, в этом случае уже с управляющей компанией необходимо предусматривать какие-то меры, именно меры благоустройства, которые позволят и соблюдать данные санитарные нормы и правила, и владельцев автомобилей все-таки не превращать в какую-то маргинальную категорию, потому что мы все-таки вместе в этом доме живем, и нам необходимо между собой договориться, каким образом сосуществовать, чтобы и автомобили можно было как-то относительно удобно поставить, и чтобы дети на детской площадке могли безопасно играть. Мне кажется, что мы максимально емко смогли задать все главные вопросы. Если еще какие-то остались, то вы знаете, к кому обращаться. Роман Казаков, председатель Координационного совета, Народный контроль, ЖКХ. Можно обратиться по этим адресам, ну или в социальных сетях написать напрямую.